Александр Иванович Брыкин, бывший директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов, герой войны и обладатель множества наград, отмечает 100-летний юбилей. Сегодня Анатолий Локоть поздравил ветерана с праздником. О том, как это было, расскажет Александр Потенихин. Вместе со своей внучкой Александр Иванович Брыкин рассматривает фронтовые фотографии. Сегодня бывший директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов отмечает 100-летний юбилей. Вид Карпатия, 1944 год. А вот эта фотография сделана уже в 1945 году. Победа – это все офицеры полка. Точно. Среди наград столетнего юбиляра – ордена Ленина, Октябрьской революции, Великой Отечественной войны первой степени, два ордена второй степени и другие медали и звания. Как рассказывают родственники, силу для своей работы Александр Иванович черпал дома. Именно здесь для него до сих пор центр жизни. Я так вот по детству вспоминаю. Замечательный дед был всегда. Очень заботливый. Заботился и о нас, о внуках. Очень любил всегда нас. И о детях, и об остальных членах семьи. Собственно, такой он и сейчас. К поздравлениям присоединяется Анатолий Локоть. Мэр рассказывает, что вскоре за окнами квартиры ветерана на площади Калинина установят стелу «Новосибирск. Город трудовой доблести». В юбилей вспоминают и о том, насколько качественной была продукция, разработанная на заводе, которым руководил Александр Брыкин. Я, скажем так, работал на предприятии, которые вашу продукцию, ваши изделия, комплектацию, да, мы применяли в наших схемах. Да, все там, полупородниковые особенно. Я не застал лампы. Я уже пришел, когда ламп уже не было. Уже перешли на полупородники полностью. Сегодня в семье Александра Ивановича еще один праздник. Ночью ветеран стал прапрадедом. Александр Потянихин и Денис Савинский. Новосибирские новости. Новосибирск. 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 Новосибирск.